Накануне в городе Чистополь состоялось заседание научно-методического совета при Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия с участием заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Позлеевой. Работаем формат действий по Чистополю дальше, потому что здесь много проблемных точек, которые обозначаем мы в процессе приезда сюда все вместе. Вот дом Федина, вот он недавно изничтожен. По-моему, Федина, наверное, коллеги, это уже бытность современная. Два года находимся в судах. Естественно, сегодня, да, это частное лицо, если я не ошибаюсь, на профессии врач. Она купила дом, его разобрала, и благополучно там появился двухэтажный новодел. Самоголка. Как говорит хозяйка, что у нее не было применения и так далее. Сейчас идут суды. Наше дело сегодня правильно представлять интересы охраны памятника в суде органами, которые на это уполномочены. Поэтому коллеги эту работу продолжают. Специалисты провели историко-архивные исследования, обмеры зданий и их фасадов. Мы взглянули на некоторые из культурных объектов, которые планируют отреставрировать в Чистополе. Например, это дом Купцамельникова 19-20 века постройки. Его тоже будут реставрировать. Двухэтажный особняк находится на углу нынешних улиц Бебеля и Карла Маркса. Он и сегодня поражает своим изяществом и совершенством планировки. Возведен дом был во второй половине 19 века и является негласной визитной карточкой Чистополя. Шатер, особняка в виде колокола и кованой решетки, затейливым узором и оригинальное обрамление окон. Все это привлекает внимание туристов. С 2014 года в доме на первом этаже располагается сувенирный салон. На втором этаже разместилась детская центральная библиотека. Это здание построено в середине 19 века, где изначально размещалась аптека провизора Казимира Ковалевского. С 1907 по 19-е годы классы мужской гимназии, а с 19-го года дом учителя, ставший местом встречи эвакуированных деятелей культуры в годы войны. В нем бывали Борис Пастернак, Леонид Леонов, Константин Федин, Александр Фадеев, Александр Твардовский и многие другие. В доме сохранились элементы интерьера и экстерьера, то есть двери, которые открывали писатели, лестницы, по которым они поднимались и спускались перила, балкон, залы и кабинеты. В ходе заседания было решено, что будут готовиться и обсуждаться эскизные проекты реставрации 11 музейных объектов. Также еще отреставрируют фасады и кровли пяти объектов культурного наследия.